Сегодня я хочу раскрыть небольшую тайну, которую я обнаружил как-то с удивлением. Я решил как-то посмотреть, какие же инструменты наиболее популярны у трейдеров на московской бирже. Ну, что я обнаружил, сейчас я расскажу и какие выводы из этого я сделал. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Я когда начал торговать на московской бирже, ну, в принципе, я начал, как и все, собственно говоря, так я пришел с Форекса торговать фьючерсами. И я как-то решил посмотреть, а чем же торгуют люди на самом деле, в основном, ну, в подавляющем своем большинстве. Ну, и с удивлением обнаружил, что все люди спикулянты. Вот, каким образом я это сделал? Ну, смотрите, я зашел в Квик, и в Квике есть такая штука создать таблицу текущих торгов. И я решил создать таблицу следующую. Смотрите, я добавил туда все инструменты, то есть все фьючерсы, которые существуют. Опционы я не буду добавлять, их там слишком много, это просто затруднит работу. Спреды между фьючерсами тоже нет. СМС, СПБ акции добавляем. Это валютные акции. ЕТС, это доллары. Один из самых популярных инструментов. Доллары и евро, естественно. Ну, там вся валютная секция. Так, индексы ММВБ не добавляем. Я уже просто знаю, что это такое. Так, поставки по срочным контрактам. Т плюс ЕТФ мы добавляем. ЕТФ и в долларах. Акции и долговые расписки, их очень много. Иностранные акции и долговые расписки, это недавно появилось на Мосбирже. Ну, облигации добавим. Ну, то есть ОФЗ, тоже очень популярный продукт. Облигации расчеты в USD. Т плюс ПАИ, Т плюс ЕТФ, расчеты в евро. Ну, добавим, хотя, в общем-то, понятно, что это ничего не... Количество во всех сделках, то есть количество всех сделок и оборот в деньгах. Все, больше информации не нужно. Я вывел вот такую таблицу и отсортировал ее по обороту. Посмотрите, ну, и сразу видно оборот в деньгах, какие инструменты самые популярные из всего этого. Вот в цифрах. Ну, на первом месте стоит C621, это фьючерс на доллар. На втором месте стоит RTS621, фьючерс на RTS. На третьем месте бренд 621 стоит. И уже с большим отрывом USD RUB TOMORROW, то есть валютная секция. На следующем месте стоит золото, чуть ниже, ну, пониже. Дальше стоит евро-доллар, это все спекулянты, которые пришли с Форекса наверняка, это пара евро-доллар. И дальше уже стоят МИКС 621, это фьючерс, опять же, на индекс московской биржи, насколько я понимаю. Евро-621, СБ РФ. Вот СБ РФ 621, то есть это Сбербанк. Казалось бы, это акция, но это фьючерс на акции, поставочный фьючерс. Дальше USD RUB TODAY, Сильвер, Евро РUB и так далее. И, ну, цифры, вот они, они потрясающие. Ну, я сделал следующее, я вывел эти, скопировал эти данные все в Excel и вывел в Excel для наглядности вот такой график. Посмотрите, вот, ну, я это сделал вчера и данные здесь, ну, они, естественно, меняются каждый раз. Здесь данные вчерашние, но, по сути, ничего не изменилось, собственно говоря, принцип сам. Посмотрите, по-прежнему доллар на первом месте, фьючерс на доллар, фьючерс на РТС и фьючерс на нефть марки Brent. Вот фьючерс на доллар на первом месте стоит, вы видите, да? Потом по объемам фьючерс на РТС, чуть, ну, в два раза почти ниже, да? Дальше фьючерс на нефть и дальше с большим отрывом, вот, просто наглядно видно, что это золото, USD RUB tomorrow, евро-доллар и еще больше отрыв. Значит, дальше уже индекс на московскую биржу и вот он, Сбербанк. Сбербанк 1 миллиард 220 миллионов по сравнению с 24 миллиардами, то есть это, ну, в 20 раз ниже популярность у Сбербанка, у фьючерса на Сбербанк, чем у фьючерса на доллар. О чем это говорит и с чем это связано? Ну, смотрите, всех клиентов биржи можно распределить на два огромных класса. Два огромных класса. Это спекулянты и инвесторы. И все рассказывают, что вот в какие акции надо вкладывать, в какие акции надо вкладывать, но мы видим почему-то, что акции не такие популярные инструменты. Акции где-то вот здесь вот находятся, вот здесь. Почему они не такие популярные акции? А я вам скажу почему. Потому что, друзья мои, большинство людей, которые приходят на биржу, они не инвесторы, а спекулянты. То есть спекулянты. И это вот наглядно показано здесь. А инвесторы, инвесторы не дергаются. Они купили акцию и держат. И никаких объемов торгов это не добавляет. Ну, на самом деле, если я купил акцию и держу ее три года, то это всего одна сделка за три года. Понимаете? И я при этом получаю доход от роста курсового по акции и дивиденды. И очень часто этот доход выше, чем то, что мы получаем на срочном рынке вот этими спекуляциями. Но спекуляции, они хороши тем, что позволяют заработать теоретически значительно больше. И на практике тоже фьючерсы позволяют значительно больше заработать. Но и риски значительно больше. Что я еще могу добавить? Я, смотрите, был на одном вебинаре, который организован брокером «Открытие брокер». И там выступал легендарный трейдер. Это Ларри Вильямс. Ему уже лет за 80. Вот. Но очень интересный человек. И он неоднократно побеждал в конкурсах лучших трейдеров. Что это за конкурс? Это конкурс даже не лучших трейдеров, лучших инвесторов, что ли. То есть среди всех-всех-всех, кто инвестирует, кто зарабатывает деньги на разных рынках. Сюда входили там и... Ну, тогда еще не было биткоинов, на самом деле. И опционы, и фьючерсы, и рынок Форекс, на котором просто гигантские деньги можно заработать. И он рассказал, что на протяжении этот конкурс проводится достаточно регулярно, в течение лет 60 последних. И практически всегда, во все годы в этом конкурсе побеждали люди, которые торгуют не опционами и не на рынке Форекс, где плечи запредельные, там 1 к 1000, там можно заработать теоретически больше всего. А оказывается, что больше всего зарабатывали, то есть на этом конкурсе трейдеров зарабатывали больше всего именно те люди, которые торговали фьючерсами. И сам Ларри Вильямс, он автор одного из моих любимых индикаторов, индикатор Ларри Вильямса. Когда я демонстрирую свои графики в квике, вы регулярно можете видеть, что у меня там используется индикатор Williams%Range. То есть процентные изменения по Вильямсу, он как раз на этом вебинаре рассказал, в чем суть этого индикатора, и мне понравилось. То есть это логично достаточно. Вот, поэтому, друзья мои, на фьючерсах, именно на фьючерсах зарабатываются самые большие деньги. Но здесь же сразу можно сказать через но, что это и риски большие. Но, что сказал Ларри Вильямс? Он сказал, что это оптимальное соотношение между рисками и доходностью. Понимаете? То есть в опционах можно заработать намного больше, но побеждают почему-то те, кто торгует фьючерсами. Почему? Потому что риски при торговле опционами выше. Точно могу сказать. Но зато на опционах можно заработать просто гигантские деньги. Вот, там намного больше можно заработать. На Форексе, как ни странно, плечи один к тысяче, но при этом почему-то побеждают те, кто работают на фьючерсах. И то же самое можно сказать про акции. То есть есть люди, которые предпочитают торговать акциями, потому что за акциями что-то стоит, но почему-то побеждают те, кто торгует фьючерсами. Вот что сказал Ларри Вильямс. Поэтому если вы хотите, если вы стремитесь заработать, взлететь, то надо, во-первых, заниматься фьючерсами, но опять же говорю, что риски огромные, поэтому надо учиться. И, ну, смотрите, еще на этот график, опять же, самый популярный инструмент это фьючерс на доллар. Я в предыдущем видео, вот ссылочку вы можете видеть вон там, на это видео, рассказал, что, ну, как купить фьючерс на доллар. И я рассказал, что имея денег всего на тысячу долларов, можно купить, ну, можно получить прибыль от 12 тысяч долларов. То есть фьючерс на доллар, он самый ликвидный, мы это видим вот здесь, потому что и самое большое число сделок, наверное, на фьючерс на доллар, ну, в общем-то, да. Ну, число сделок нельзя здесь как-то сравнивать, потому что там стоимость одной сделки, сумма одной сделки разная, поэтому я решил отсортировать по обороту. И еще раз говорю, что получается, что имея денег всего на одну тысячу долларов, мы можем купить, мы можем получать прибыль от 12 тысяч долларов, причем мы можем их покупать с таким же успехом как в лонг, так и в шорт, потому что на срочном рынке, где торгуются именно фьючерсы, там нет понятия кредита. Вот в чем дело. И я рассказал вот, что вообще фьючерс это как бы, ну, не совсем актив, это понятие, это вера, это ставка на рост или ставка на падение. И вот именно поэтому на срочном рынке можно так много заработать. Это первое. Второе. Значит, смотрите, на втором месте стоит индекс РТС. Я чуть попозже расскажу, почему. На третьем месте стоит бренд, на четвертом – голд. Дальше. А дальше, смотрите, здесь вот в скобочках ФОРДС, 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 ЕТС. ЕТС – это единая торговая сессия, это валютные торги. Дальше ФОРДС, 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 ФОРДС. А, ЕТС, евро-рубль, ФОРДС, ФОРДС, ФОРДС. Опционы стоят. Причем стоят опционы на индекс РТС. Дальше снова ЕТС, опционы, опционы, опционы. Вы знаете, акций не видно даже. Ну, я уже сказал, почему. Потому что акциями торгуют инвесторы. Инвесторы, у которых очень много денег, покупают акции и облигации. Но акциями торгуют не так часто, а облигациями тем более. Потому что облигации дают гарантированный доход, но он очень маленький. Поэтому для того, чтобы получить этот гарантированный доход, облигации надо держать на определенное время. Я считал, что, например, ОФЗ дают доход только тогда, когда мы держим их как минимум 2 или 3 недели. При доходности 6 или 7% годовых. Потому что сначала мы этим доходом должны компенсировать ту комиссию, которую мы заплатили за покупку этих облигаций брокеру. И вот я уже плавно подхожу к комиссиям. Потому что на срочном рынке комиссии тоже низкие. Вот в чем дело. И почему вот такая вот популярность этого срочного рынка? Почему популярны фьючерсы? Ну, во-первых, как я уже сказал, что это, ну, как бы возможность зарабатывать, имея небольшие деньги, зарабатывать достаточно много. То есть эффект плеча. Хотя плеча как такового там нет, потому что нет кредита. Я об этом сказал. Я еще об этом расскажу. Потому что срочный рынок это очень интересно. И вот на все эти инструменты плечи разные. То есть гарантийное обеспечение по отношению к стоимости, к объему сделки, разное для каждого из этих инструментов. Ну, например, вот для доллара это 1 к 12 получается. Для фьючерса РТС там тоже примерно так же, наверное. А вот для фьючерса на нефть, там я посчитал примерно 1 к 6 получается. Тоже очень популярный фьючерс. И так далее. Ну, с чем это связано, я попытаюсь рассказать в одном из следующих видео. И про комиссии тоже расскажу в одном из следующих видео. Вы узнаете, что с точки зрения комиссии, именно индекс РТС самый выгодный фьючерс. Почему я и на него обращаю достаточно большое внимание. То есть с точки зрения комиссии, самый выгодный фьючерс это именно на РТС, не доллар. Вот. И уж точно срочный рынок с точки зрения комиссии намного более выгодный, чем остальные рынки. Потому что здесь комиссия самая минимальная. Потому что здесь все сделано для спекулянтов. И еще могу сказать немножечко следующее, что, ну, большинство людей и большинство начинающих трейдеров, как это не печально звучит, спекулянты. И когда я смотрю, вот те люди, которые начинают торговать только, вот они купили акции, и вдруг акции упали. Ну, не вдруг они упали, акции постоянно то растут, то падают. Но когда мы только их покупаем, вот любое падение, оно сразу красный цвет и сразу видно. И люди начинают кричать, значит, там писать в комментарии, у меня спрашивать. Вот что делать, акции упали на целых там полпроцента. Что делать, что делать, может продать их к чертовой матери и забыть про это все. То есть мы, по своей сути, спекулянты. Мы очень боимся падения рынка, но радуемся, когда он растет. Вот, и мы дергаемся. И вот это вот дергание, оно приводит к тому, что, ну, это психология спекулянта. То есть, как бы, мы, когда получаем прибыль, бегом, бегом, бегом ее снять. А когда у нас убытки, мы сидим и ждем. Не-не, он вырастет, он обязательно вырастет, он обязательно вырастет. И вот эта психология, это основной наш враг. Потому что, смотрите, вот мы купили что-то, мы купили что-то, и это что-то выросло вот настолько. И мы такие, вау, надо фиксировать прибыль. Пока не поздно, а то вдруг упадет. Потому что если она вот, вот она выросла и чуть дернулась вниз, все, мы фиксируем прибыль. Но при этом, значит, акция пошла вверх, акция пошла вверх. И мы такие, блин, слишком рано продал. А она идет вверх, слишком рано продал. Надо было купить. А она идет вверх, вверх, вверх. И смотришь, блин, да она никогда не остановится. Это касается не только акции, это касается любого актива. Это касается чисто психологии начинающего трейдера. И она растет, растет. Думаешь, блин, все, она будет расти бесконечно. Поэтому покупают. И в этот момент она обваливается. И смотрим, блин, зачем же я купил? Да что ж такое-то, а? И в самом низу, значит, все, она никогда уже не поднимется. Мы ее продаем, все, фиксируем убытки. И тут же она начинает снова расти. И когда она выросла уже, так сказать, опять побила прошлый рекорд и пошла вверх, мы снова ее покупаем. Она тут же снова падает. И это ведет к сливу депозита. Но в то же время это говорит о том, что психологически мы с вами спекулянты. И нашими решениями по инвестициям очень сильно, очень сильно они обусловлены не разумом, а эмоциями. И вот это самый страшный враг любого трейдера. И если вас переполняют эмоции от того, что ваш актив, который вы купили, вот в данный момент там опускается, то это значит, что у вас сознание спекулянта, а не трейдера. Вернее, трейдера, а не инвестора. Вот что я хочу сказать. И вы видите, что у большинства людей сознание спекулянта. Боритесь с этими, друзья мои. Боритесь с этим сознанием. И это очень-очень сложно, я вам могу сказать. Потому что, вот посмотрите на меня, седая борода, лысый, дед уже. Вот. Но я спекулянт, ничего не могу сказать. Вот. Я выдавливаю из себя спекулянта как могу. Я заставляю себя инвестировать в какие-то социально-накопительную программу, зарубежную, про которую я неоднократно рассказывал в Австрию. Это доверительное управление. Это вообще, то есть, я доверил управление своими деньгами страховой компании, только потому, что я понимаю, что страховая компания, ну, она не даст большую доходность, но, по крайней мере, она сохранит мои деньги гарантированно. И я оттуда деньги не забираю, потому что я знаю, что если я их заберу, то, в общем, риски огромные, потому что, вот, ну, я такой авантюрист. И сейчас я вот тоже собрал свою волю в кулак и начал инвестировать в акции, в акции, в акции. И постепенно я прихожу к тому, что начну инвестировать уже в различные фонды ИТФ, которые вот уже сейчас много появились. И я советую уже тем, кто вот приходит человек и говорит, мне это не интересует, я хочу куда-то инвестировать, но при этом, чтобы вот, ну, не болела голова, чтобы не дергаться и не задумываться. Я советую этим людям покупать ИТФ, и поэтому я про ИТФ тоже буду рассказывать в ближайших выпусках достаточно много. Ну, вот, в частности, я рассказывал, что моя знакомая приехала из США, там продала квартиру. Я ей тоже посоветовал инвестировать в различные ИТФ. Там ИТФ на биотехии, ИТФ на технологии, ИТФ на всякие там развивающиеся страны, ИТФ уже комплексные, то есть так называемые всепогодные и так далее. То есть есть разные виды ИТФ, и это очень-очень хорошая инвестиция, тоже самое. Хотя многие могут мне возразить, что там большой процент за управление, но лучше отдать процент за управление, чем дергаться самому, чем мучиться, и в результате получать результат хуже, чем зачастую получают ИТФ. Поэтому ИТФ тоже очень хорошая штука именно для инвесторов, а не для спекулянтов. Ну, вы видите, что в ИТФ инвестируют вроде как по объемам-то не так много, но это обманчиво на самом деле, потому что сделка одна на годы. Вот, и я скажу честно, что брокер с этого тоже ничего особенно не получает, потому что, ну, брокер получает, конечно же, основные деньги за счет спекулянтов, потому что брокер обожает спекулянтов, он поэтому делает им выгодные комиссии, выгодные условия для спекулянтов, вот, потому что, ну, да, брокеру нравится, что люди спекулируют, и с другой стороны, брокеры очень часто все-таки большое внимание уделяют все-таки инвесторам, потому что они помогают инвесторам сделать правильный выбор, они помогают инвесторам в инвестициях, и поэтому брокеры сами, сами, благодаря своим аналитикам формируют вот эти самые ИТФы, они продают их без комиссий, потому что, ну, потому что там есть комиссия за управление этим ИТФом, и брокер зарабатывает именно на этой комиссии за управление, то есть он берет свои деньги за управление капиталами, но зато он дает доходность клиентам, то есть это взаимовыгодное сотрудничество, и вы этих ИТФах вот здесь, в самых популярных инструментах не увидите, хотя деньги там огромные. Вот такой обзор, такой по самым популярным, казалось бы, инструментам, самые популярные инструменты для спекулянтов это фьючерсы, а самые популярные инструменты для инвесторов это акции и различные облигации и фонды. Но здесь, ну, пока мне информация недоступна по статистике, сколько денег инвестировано именно вот в акции и облигации, а сколько во фьючерсе, потому что фьючерсы это вот так вот гуляет, а по акциям, ну, пока я информацию не раздобыл. По фондам ИТФ, ну, вообще говоря, если судить по, скажем, развитым странам, например, по США, то самый крупный инвестиционный фонд это BlackRock, это пенсионные накопления американцев на будущее, то есть это самый крупный в мире, вообще говоря, фонд. Поэтому ИТФы, ИТФы это очень хорошо тоже. Как я обещал, я расскажу про, во-первых, гарантийное обеспечение, какие гарантийные обеспечения на разные фьючерсы есть, и какие комиссии есть на различные фьючерсы, и, ну, почему они вот такие популярные, как я и обещал. И не забывайте, что существует биржа для чайников, это как раз тот инструмент, который нужен для спекулянтов, это как раз тот инструмент, который нужен для трейдеров, потому что вот именно там я даю вот просто вот максимальную информацию, которую вы нигде больше не найдете. Ссылочку вы увидите прямо сейчас, это опционные биржи для чайников, либо вон там значок И, опционные биржи для чайников, записывайтесь, открывает там, как открыть брокерский счет, как начать инвестировать, и как делать выгодные сделки, и когда, то есть как ставить стоп-заявки, какие виды стоп-заявок есть, что такое лимитированная заявка, и так далее, и так далее, и так далее. Вы будете знать, ну, все-все-все про торговлю на бирже, и это абсолютно необходимо пройти каждому, кто хочет заниматься трейдингом, и кто хочет зарабатывать побольше денег, кто хочет, ну, рисковать на самом деле, вот, но при этом зарабатывать намного больше, как Ларри Вильямс. На сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Демитков Юрий, до встречи.